Кипячу и с подушки постепенно-постепенно до ног и ложусь в тёплую кровать. В квартире пенсионерки Екатерины Смирнова из посёлка Отрадный Любимского района столбик термометра за последние две недели выше ноля не поднимался. Такая ситуация сложилась в двух многоквартирных домах. Переход властей с централизованной котельной на индивидуальное отопление начался слишком поздно. Такие работы проводятся летом или весной, когда тепло, а не зимой. На середине 30 сентября газ перерезали и всё. Сняли батареи и с этого момента до сих пор ничего, не отапливаться. Какой дурак, где этот, отключая 30 сентября, начиная с 1 октября, отопительный сезон. В администрации Любима пояснили, подвёл подрядчик. В обществе с ограниченной ответственностью ДСК «Ярдор» обещали сдать объект в срок. Определены сроки, которые подрядчик не выполнил. После этого была объявлена чрезвычайная ситуация. И с 17-го числа октября месяца мы форсировали этот объект, уже подтянув свои силы. Ну и вот на сегодняшний день этот объект готов сдаться в эксплуатацию. Сегодня ночью на градуснике до минус 18-ти. В один дом отопление пришло, а 16 семей по-прежнему остаются без него. Среди них 5 детей дошкольного возраста. С холодом борются, как могут, обогреватель, грелка, включённые газовые горелки. Жители посёлка соревнуются в изобретательности. Жителей дома ситуация довела до крайности. Они придумывали новый способ, как обогреваться. Сюда кладут кирпич и зажигают газ. Но сейчас и такой возможности нет, потому что газ отключён. Власти заверили, уже сегодня ситуация изменится. Все 80 жителей будут ночевать в тепле. К работе подключены бригады из Данилова и Причистого. Работают весь световой день по 12 часов в сутки. В дальнейшем администрация Любима намерена подать на подрядчика в суд. К делу подключилась прокуратура. Марина Бурбат, Александр Емельянов. День в событиях. Любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова